Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Отобрал сумку и скрылся. Около магазина по улице Половской остановили мужчину, схожего по приметам с разыскиваем. Правоохранители задержали подозреваемого в грабеже. Кто им оказался? Минута славы. Владатель главного приза получит сертификат на 2000 белорусских рублей. Международный фестиваль «Звездочет» развернулся в Бабруйске. Как это было? Осторожно, газ! Специалисты напоминают о правилах безопасности. За нарушение правил пользования газом БТУ предусмотрена административная ответственность. Что делать, чтобы не было беды? А также погоня со стрельбой, электронный сбой и комфортный вторник. В прогнозах синоптиков плюс и без осадков. Надолго ли? Погоня госавтоинспекторов за пьяным водителем закончилась стрельбой и задержанием. Двигаясь по крылу, автомобиль САП не подчинился требованиям сотрудников ГАИ остановиться и попытался скрыться. Это случилось в субботу около пяти утра. Во время преследования скорость иномарки превышала 160 км в час. Нарушитель ехал на красный и выезжал на встречную полосу. На 307-м километре дороги П-43 Кричев-Вавруйске-Вацевичи инспекторы несколько раз выстрелили по колесам автомобиля и пробили заднее колесо. Машину удалось остановить. За рулем находился 35-летний бобручанин. Алкотестер показал 2,4 промилле. Мужчина более 25 раз привлекался к административной ответственности. Трижды за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В продолжении темы или по горячим следам бобруйские милиционеры задержали 18-летнего ограбителя. Инцидент произошел на прошлой неделе. Дело было вечером. На интернациональный молодой человек выхватил из рук женщины пакет с продуктами и дамскую сумочку. В ней были ключи, кошелек с деньгами и банковская карта. 48-летняя пострадавшая сразу же позвонила в 102. Ориентировка злоумышленника поступила всем нарядам милиции. Через 30 минут по горячим следам сотрудники роты патрульно-постовой службы милиции УВД Бобруйского горизполкома около магазина по улице Половской остановили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Им оказался 18-летний парень, временно проживающий в городе Бобруйске. Парень, как сообщается, был пьян. Его задержали и доставили в отдел милиции для разбирательства. Оперативники нашли у подозреваемого вещи пострадавшей по бручанке. Они подалеку от места задержания обнаружили похищенную сумку и пакет. Следователи возбудили уголовное дело. Мониторинг цен, модернизация ЖКХ и второй хлеб. В Беларуси практически завершена уборка картофеля. Сколько осталось? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Парламентарии мониторят стоимость товаров в первой необходимости. Речь об овощах и фруктах, о мясных, хлебобулочных изделиях, крупах и молочке. Внимание не только на ценник, но и на качество и ассортимент. Насколько доступны продукты и сколько потребителей может охватить отдельный магазин. Цены сравняют как в государственных, так и частных торговых центрах. Белавиа продлила приостановку рейсов по маршруту Минск-Будапешт-Минск. Самолеты авиакомпании не будут летать по этому направлению с 28 октября по 27 марта. Рейсы из Минска в Будапешт и обратно, запланированные на предстоящий вторник, а также 8 ноября будут выполнены. В Беларуси завершается уборка картофеля. Осталось чуть более 1% площадей. Полностью собрали урожай в Минской области. Всего по стране накопали 704 тысячи тонн. Картофеля хватит не только для внутреннего рынка. По данным Минсельхозпрода, около 400 тысяч тонн пойдет на экспорт. Международная конференция по жилищно-коммунальному хозяйству пройдет в Минске 29-30 октября. Она состоится во второй раз. На ней обсудят новые тенденции и перспективные технологии в отрасли. Также рассмотрят комплекс научно-практических задач для модернизации ЖКХ. Онлайн-покупка билетов на поезда БелЖД будет недоступна утром во вторник. Это связано с проведением плановых технических работ. Купить проездные документы нельзя будет на сайте железнодорожной компании и в мобильном приложении. Пассажирам рекомендуют обращаться в кассы. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением на болевшие проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. А теперь к теме безопасности. В городе стартовал отопительный сезон. В домах стало по-летнему хорошо. Но специалисты напоминают, чтобы не было неприятных сюрпризов, стоит помнить о профилактике. В осенние деньки погоду в доме делает отопление. В многоквартирные тепло поступает через централизованную систему. Некоторые жители частного сектора используют газовое оборудование. Специалисты напоминают, самое первое, что необходимо сделать – проверить его исправность. При малейшем подозрении на неполадки, запах газа, неработающие приборы, дымовые и вентиляционные каналы немедленно сообщить о проблемах в специализированную организацию. Работы по техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования осуществляются специалистами газоснабжающей организации или сервисными центрами. Стоит напомнить, по истечению 20 лет именно такой срок работы у газового оборудования необходимо его заменить. Также можно не дожидаться возрастного ценза и провести его диагностику. Конечно, не самостоятельно. В таком случае нужно обратиться за помощью к профессионалам. Особое внимание стоит обратить на дымовые и вентиляционные каналы. Вне зависимости от материала, с которого они сделаны, нужно проверять их профпригодность и периодически прочищать. Не стоит забывать, что тепла можно лишиться, если не соблюдать определенные правила. Сюда относятся отказ от проведения планового техобслуживания, эксплуатация оборудования с истекшим сроком службы, отсутствие актов проверок либо записи в журнале учета. За нарушение правил пользования газом БТУ предусмотрена административная ответственность. К лицам, виновным в нарушении вышеуказанных правил, применяется административное взыскание в виде штрафа от 4 до 20 базов печи. При соблюдении всех правил пользователь защищает себя и свой дом от незапланированных проблем. В Беларуси выздоровели выписаны 83 748 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего зафиксировано 93 707 случаев заражения COVID-19. Специалисты провели 2 386 740 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Ситуация с заболеваемостью в стране на постоянном контроле. По данным ведомства, уже перепрофилировано достаточно больниц для того, чтобы обеспечить медпомощью пациентов с коронавирусом. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками. Специалисты проводят работу по дальнейшему приобретению медоборудования и лекарств. Звезды сошлись. В Бобруйске накануне прошел знаменитый многожанровый фестиваль. В город съехалось тысячи талантливых ребят. Это зарубежные и белорусские гости. Максим Кембель оценил масштабы. На сцене Дворца искусств зажглись новые звезды. Вокал, театральное искусство, хореография. Интернациональный конкурс раскрывает разные грани юных талантов. Самый большой ажиотаж здесь среди певцов. Музыкальные композиции на любой вкус. Джаз, поп, классика. Владатель главного приза получит сертификат на 2000 белорусских рублей на участие в наших проектах. Каждый участник получит обязательно специальный приз от редакции газеты «Шипокляк». Родиной звездочета считается Могилев. Несмотря на это, фестиваль колесит по всей республике. Так раскрываются не только таланты, но и развивается туристический потенциал. За награды на главной сцене Бобруйска борются свыше тысячи конкурсантов. Это вообще наш первый конкурс такого масштаба. Было как-то немного волнительно, но мы старались с этим волнением, вышли на сцену и спели. И в целом впечатления остались приятные. А для чего в конкурсе участвуешь? Для опыта, чтобы набраться опыта, конечно же. Ну и просто интересно попробовать себя. Показать себя, показать свой город, показать коллектив. Что просто у вас свои таланты. Что есть талантливые дети, которые умеют петь, танцевать. Возможно узнать и критику в наш адрес какую-то, узнать может быть минусы, а может быть даже и плюсы. Околоконкурсная жизнь здесь тоже богатая. Мастер-классы, дегустация белорусской продукции, викторины и экскурсии. Каждый участник возит подарки, сувениры и массу впечатлений. Два вида мармелада и мини-зефир. Фестиваль Бобруйска организаторы смело называют самым сладким за всю историю. Один из партнеров конкурса «Красный пищевик». Минуты славы на сцене певцам явно не хватает. Композиции здесь звучат буквально на каждом шагу. По итогам конкурсного дня гран-при между собой делят бобруйский дуэт «Грациоза» и вокальный ансамбль «Артмикс» из Могилева. А это в очередной раз доказывает высокий уровень наших коллективов. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск-360. Комфортная осень. Сегодня белорусы провели день без зонтов. Термометр показывал плюс 13. По улицам гулял прохладный юго-восточный ветер. Надолго ли тренд Анастасия Шевцова? Во вторник в Беларуси сохранится облачная погода. В течение дня из-за туч будет выглядывать солнце. Вероятность осадков мала – 2-4%. Днем термометр покажет до плюс 17. В темное время суток похолодает до плюс 9. Ночью и к утру предупреждают синоптики сгуститься туман. В такую погоду особую внимательность стоит проявить водителям. Не превышать скорость, включить ближний свет или противотуманки. Избегать обгонов, резких перестроений и опережений. И соблюдать дистанцию. В Колорадо не утихает крупнейший в истории штата пожар. Пламя, которое вспыхнуло еще в середине октября, удалось держать лишь на 14%. Стихия выжгла более 80 тысяч гектаров земли и повредила множество строений. На выходных стало известно о первых жертвах. Погибла пожилая супружеская пара. На австралийский штат Квинсленд обрушился шторм. Ураган принес мощный ветер, грозы и проливные дожди. В результате около 35 тысяч зданий остались без электричества. Один человек получил травму в результате падения дерева. Завтра в Бобруске будет облачно с прояснениями. Дожди не прогнозируются. Ветер юго-восточный умеренный до 7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 13. Ночью столбик термометра покажет 9 со знаком плюс. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруск, 360. Это все события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!